Вот если бы меня спросили, кто лучше делает пародию? Саша или Валера? Я бы сказал оба. Во-первых, потому что я их не различаю. Этих братьев Пономаренко, этих близнецов различить просто невозможно. Вот видите? Вот вы аплодируете, потому что вы испытываете по отношению к ним те же чувства, что я. Они, конечно, совершенно уникальные артисты. Вы знаете, однажды я вот у себя дома вдруг слышу голос Леонида Якубовича. Я его знаю, Якубович, от 30 лет. Он еще инженером был. Он вообще не был ни ведущим, ни артистом, ни конференцией, ни кем. А просто был инженером. И я его голос спутать вообще ни с кем не могу. А тут я просто поразился тому, какую чушь он нес по телевидению. И поэтому я не поверил своим ушам и правильно сделал. Потому что это Якубовича пародировали эти два брата Пономаренки. Я думаю, после того, как вы зааплодировали, после того, как вы поняли и оценили этих двух молодых и очень талантливых артистов, особо говорить больше нечего. Итак, братья Пономаренко! Добрый вечер! Приятно слышать эти, в общем-то, халявные аплодисменты. Действительно, я два только вышел, ничего не сделал. Да еще вышел один. Ну, пусть вас это не смущает, потому что по нашей традиции с братом первым выходит лучший. Вот, мы не стали сегодня нарушать. Действительно, каждый человек в этой жизни должен заниматься своим делом. Артист выступать, пародисты издеваться над ними. Мы такого случая никогда не упускаем. Это такой концерт в концерте. И первым в нем выступит женщина. Какая женщина? Как вам сказать? Дубовицкая. Регина Дубовицкая. Встречайте. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, мои дорогие, дорогие мои. Здравствуйте, я ваша тетя. Так, я смотрю, кто-то уже проболтался, что сегодня в этом концерте буду участвовать я. Да. Иначе, как объяснить то обстоятельство, что здесь собрался почти полный, что нет. Да. Аншлаг. Ну вот, дорогие мои, не успела я выйти на эту сцену, как ко мне из зала уже пришла записка. А где же у меня эта записка? А, вот она. И сейчас мы с вами, дорогие мои, с этой записочкой что сделаем? Все равно, не догадайтесь, мы ее прочитаем. Читаю. Регина. А. А. Регина. Покажите, пожалуйста, наверное, да? А, вот у меня почерк, сама не могу понять, что ли. А, покажите, пожалуйста, в аншлаге молодых артистов. Ну что ж, я отдала молодым столько своих лошадиных сил, что было бы глупо не показать вам одного представителя моей фабрики звезд. Да, дорогие мои, фабрики, которую называют фабрика Региновых изделий. И первым, и первым на эту сцену выйдет молодой, юный артист, 25 лет на эстраде. Это всегда веселый, озорной, неповторимый, что нет. Да, встречайте. Добрый вечер, дорогие друзья. Я, вот не думал, что сегодня окажусь здесь, спокойно сидел в кабачке, отмечал трехсотлетие. Почему свое, Йохан Бабай? Питера? Подходит ли он, Измайлов? Это Юрок, надо выступить там на концерте. Я говорю, не могу, занят. Он открывает портфель, достает. Хватит. Я говорю, еще. Да тексты, тексты, что деньги думаешь? И вот я здесь, 40 лет, дурак дураком, два высшего образования, чем занимаюсь? Дурачусь. Ну, главное, что... Можно и подурачиться. Поехал брат к сестре на вороном коне. Сестренку поведать, денежку занять. Займи сестренку, денежку зарплату жена душит. А тут, ёпт, у меня самого денег нету. Ой, блин. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха. Дурак дураком, 40 лет, два... Моя версия. Я подожду. Благодарю, теперь начнём. Миша, ещё раз найду в твоём портфеле чужие колготки, убью. Завтрак на столе, покорми кота, твоя жена. Ха-ха-ха. Это из неоконченных произведений? Ха-ха-ха. Сейчас найдём что-нибудь по темочке. Так, это я уже читал. Это не поймёте, даже я не понял. А вот у меня для писателей. Если тянет сказать, надо высказаться. Если тянет молчать, надо вымолчаться. А если тянет писать? АПЛОДИСМЕНТЫ Сейчас некому стало читать, все стали писать. Даже мэр Лужков и тот написал книгу. Я её, правда, не читал, поэтому ничего плохого сказать не могу. Зато теперь мы с Лужковым очень похожи. Он писатель, и я писатель. Он Михалыч, и я Михалыч. Он в кепке, и я лысый. Он мэр, и меня тоже не все любят. АПЛОДИСМЕНТЫ Так что запомните, ребята, у нас есть только один нормальный сатирик. Ноже начинается, но и кратко заканчивается. Я подожду. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо, я смеха ждал. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну и последнее. Это просто гениально. АПЛОДИСМЕНТЫ Благодарю за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я не слышу. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну слава богу, думала, не туда попала. Слухай. Здравствуйте, люди, счастье ваше приехало. Очень приятно, ортодоксальное сердючко. Без всяких вот этих наворотов. Все такая исконная, знаете. Ой, ну что, с одной стороны, я, конечно, звезда эстрады, с другой стороны, простая женщина. Я хочу поговорить о том и о другом. Ну, вы знаете, я слежу за нашей эстрадой. Мне нравится, конечно, все. Я вообще с нашей эстрадой балдею. Всего пол Маккартни проехала в Москву. На целого не хватило грошей. А вон она заспевала лучше, чем все наши звезды. И вот, помните, была такая детская песенка? Тихо в лесу, только не спят дрозды. Ну, помните, да, что-то такое было. Вот, я сочинил одну куплетик буквально. Спою, если не пройдет, все, я остановлюсь. Тихо в лесу, только не спит Алсу. Хочет Алсу к Иглесе Асу, только не спит Алсу. Прошло, замечательно. Ну, еще одну. Можно такая на грани, на грани уже. Тихо в лесу, только не спит Сосо. Ну, Павляшвили, знаете. Очень, наверное, Сосо хорошо, если не спит Сосо. Тоже прошло, нормально. С другой стороны, конечно же, простая женщина. Ну, начнем с плохого, с работы. Работа у нас, конечно, тяжелая, надо уходить куда, не знаю. Слушай, вот тем рейсом, два пассажира, мужик с бабой, шоу, думала. Вроде приличные люди, слухай. Ну, мы сидим в вагоне, ресторане, все, все, отмечаем, да. И с закуски только тик-так, слухай. Не, баба, приятно, такое отступление. Сижу, и два хлопца из-за меня подрались. Мне так приятно, слухай. Сижу, я королева, они бутузят друг друга. Один каже, забирай ее себе, другой каже, нафиг она мне нужна. И два пассажира, они берут на грудь, отолізают на крышу вагона. Думаю, что им там надо на крышу. А они стоят за руки, держатся. С пьяным им кажется, что они на Титанику. А похоже, знаете, высота вокруг степь, как море, закат, витром отсудует. Та-та-та-та-та-та-та-ра-тата-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Вокруг коровы, как дельфины. А потом у них прямо на крыше, передача интеллигентная, неудобно говорить. У них был контакт. С контактным проводом. А, да ну что, обошлось. Только, знаете, волосы позакручивались, а морды почернил, как у негров. Я шоколадный заяц, я ласковый мерзак. Пришел доктор, сказал, ну что, жить будут. А контактировать больше не смогут. Конечно, когда на сцене две звезды, вон именно за что они уживутся. А что делать мне, бедной суперзвезде, когда там за кулисами мегазвезда? По нашим правилам я должна текать, чем дальше, тем лучше. Что делаю без удовольствия, но со скоростью поезда. Целую вас всех. Встречайте мегазвезду. Я так спешил к вам, что загнал трех лошадей, три шпаги и свой шикарный черный плащ загнал. Ну, давайте сегодня вспомним что-нибудь старенького. Опять скрипит мой голос, как седло. Но здесь не я пою вам, как ни странно. Куда вас зритель к черту занесло? Неужто вы не видите обмана? Пана-пана Маренко нас собрал в одном кругу. Копирует каналья, и я так не смогу Послать бы его в попу, в попу, в попу, гае пена. Петь песни в клетке за мерсибоку. Пусть там шепнет судьбе, пусть там шепнет судьбе. Пусть там шепнет... Пусть там шепнет... Пусть там шепнет... Пусть там шепнет... Добрый вечер На ковре из желтых листьев В платьице простом Сколько раз я пел со сцены Эту песню Пусть танцует в подворотне Осень, вальс, бастон Оно не вечно Она вечен мой баритон Как сейчас вижу сон Мудительный сон Что на подпевках у меня Селиндион Юдашкин гладит костюм Майкл Джексон бегает в гум И от Агутина ко мне бежит вором На сегодня хватит На рижском море воздух свеж Там бродят люди без одежды Прекрасно, там есть дикий пляж Там дедушка Семёныч убирает пляж Семёныч Семёныч Виден всем за три версты Семёныч Носит красные трусы Все смотрят на него Ну что за странный дед На целом побережье Он один одет Дед, 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 дед О, Семёныч Александр и Валерий Пономаренко АПЛОДИСМЕНТЫ